МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня к непроезжей дороге до Серебрянки прибавились другие трассы. Люди не смогли доехать до Сенегорского, Уральца, Весима, Весима-Уткинска и еще нескольких населенных пунктов. Почему дороги областного значения оказались заблокированными? Человека года выберут в Нижнем Тагиле. Порядка 60 номинантов предоставили свои анкеты для участия. Как и кто будет выбирать победителей? Здравствуйте. В эфире Тагил-ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Валерия Доброва, готовы рассказать о событиях четверга. Сегодня в Екатеринбурге в резиденции губернатора прошло совещание с главами городов Свердловской области по выполнению майских указов президента. Вразумительные ответы на неудобные вопросы присутствующих не смог дать министр здравоохранения Аркадий Белявский. Тему продолжит наш корреспондент в Екатеринбурге Эдуард Шакуров. Более трех часов, не считая перерыва, длилось совещание с участием губернатора Евгения Куевышева. Круг обсуждаемых тем был весьма велик. Это и экономика, финансы, инвестиции, предпринимательство, образование. Крайний пункт повестки – медицина. И по всем направлениям, внимание, только положительная динамика. Рост заработной платы, приток инвестиций, улучшение качества медицинской сферы, где наблюдается только увеличение количества лечебных учреждений. Глава города Нижний Тагил Сергей Носов практически единственный, кто задавал неудобные вопросы выступающим. Министерство правоохранения Российской Федерации письмом о 22 января 2015 года направило запрос в объект Российской Федерации предоставлению сроку 1 января 2016 года бюджетных заявок на 2016 и 2017 годы. Правительство Законской области письмом о 21 января 2016 года сообщило о присутствии бюджетных заявок по объекту Центрального правительства для включения в проект федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 и 2015 годы в части государственной программы Российской Федерации правительства здравоохранения. Мы могли бы прокомментировать это относительно всему региону в объектах будущего проекта. Министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский заявил о том, что у него нет заявок на инвестиции из федерального бюджета. То для того, чтобы мы включились вообще и сформировали заявки, прежде всего основное условие – это наличие проекта смертной документации. На помощь Сергею Носову пришел его коллега, глава Екатеринбурга, Александр Якоб, который сообщил, что письмо о финансировании строительства медицинских учреждений в Министерство здравоохранения Свердловской области направлялись неоднократно. Уже после совещания мы попросили прокомментировать данную ситуацию главу Нижнего Тагила Сергея Носова. Я обратил внимание министра здравоохранения Свердловской области товарища Белявского, что в письме правительства Свердловской области на Министерство здравоохранения Российской Федерации область отказывается от федеральных субсидий капитального характера на 2016 год. На мой взгляд, это крайне неправильно отказываться от федеральных денег, если мы говорим о проблемах наполнения бюджета, если мы говорим о проблемах финансирования наших программ, особенно в области здравоохранения. Глава Екатеринбурга Александр Якоб после трехчасового совещания в резиденции губернатора также, оказывается, не получил ответа на свои вопросы. Для меня это было удивительно, тем более, что в Екатеринбурге есть несколько объектов, которые находятся в стадии реализации, требуют софинансирования. Я дважды подписывал письма правительству Свердловской области, дважды получал отказы в таком софинансировании. Ну а если федерация имеет такую программу и ресурсы финансовые, то это просто неприлично. Получается, что итоги выполнения майских указов президента России Владимира Путина в Свердловской области весьма неоднозначны. Итоги совещания с участием губернатора в кулуарах его резиденции подвел глава Екатеринбурга Александр Якоб, который поддержал главу Нижнего Тагила Сергея Носова, охарактеризовав ситуацию с финансированием территорий из областного и федерального бюджетов одной фразой «Бюрократия непобедима». Эдуард Шакуров, специально для Тагил-ТВ «Город Екатеринбург». Не пройти, не проехать. Добраться до присоединенных территорий Нижнего Тагила стало невозможно. Сегодня, помимо Серебрянки, люди не смогли добраться до Синегорского, Уральца, Весима, Весимаутки и еще нескольких населенных пунктов. Дорога, находящаяся на балансе области, проверку погодой не прошла. Между Черноисточинском и Уральцем достаточно очень сложный рельеф дороги. Снега много, и дорога была не разбита еще, и поэтому они отменили. Все-таки людей везем, а не дрова. Значит, мы с ними договорились, что они будут отслеживать ситуацию на дороге и по результатам будут давать разрешение на выпуск своей техники. Сегодня утром перевозчики отменили все рейсы. Постепенно ситуация начала налаживаться, но ненадолго. Первый автобус на Уралец пошел в 10.40, Весимаутку в 14.30. В Весим тагильчане так и не уехали. Когда автобусы отправятся в село вновь, покажет время. Автовокзал же для своих посетителей создает все удобства. В этом году здесь должны появиться крытые остановки. Большая вода придет с первым теплом. До плюс 20 градусов ожидается к концу следующей недели. Сегодня в администрации города специалисты на противопаводковой комиссии обсудили готовность гидротехнических сооружений. Тему продолжит Наталья Филимонова. Большую воду на Среднем Урале ждут уже к концу следующей недели. Синоптики обещают резкое потепление до плюс 20 градусов. Летняя температура будет сопровождаться осадками, что усложнит ситуацию, говорят специалисты. По погоде мы знаем, что с 16-17 апреля ожидается до плюс 20. Вы видите, что происходит с погодой. Снег напитался воды, плюс 20, и большая вода выйдет к нам с гор. Это я считаю, что и с лесов, и по водам раньше будет. Большая вода придет раньше. Сейчас из водоемов необходимо сбросить лишнюю воду, тем самым подготовить водохранилище к вешним водам. В первую очередь это касается Леневского, где зафиксировано превышение на полтора метра. 24 миллиона кубов лишней воды. В нагрузке на реку Тагил необходимо учесть еще другие сбросы. Но специалисты уверены, перегруза на русло реки не будет, и подтопление садовых домиков не произойдет. Нам немедленно надо увеличивать сброс в Оленевке еще на 2 миллиона. Сегодня они сбрасывают по 3 миллиона. Но здесь нас должно лимитировать то, что в секунду они сбрасывают Нижне-Тагильская 57, Нижневызская 3, Баранча 2. То есть 62 куба в секунду сбрасывают 3 водохранилища в реку Тагил. А мы начинаем подтоплять сады в районе Истюних, когда у нас 150 кубов 3 водохранилища дают. Значит, на сегодня Леневка сбрасывает в секунду 35 кубов. Если мы 2 миллиона добавим в сутки, то мы где-то 60 кубов будем сбрасывать, сады мы топить еще не будем. В водоканале же считают, сбрасывать много воды не стоит, непонятно каким будет лето, потом нужные объемы питьевой воды не набрать. Сбросив до 203, есть вероятность, что мы не наберем количество воды в питьевой емкости Верхневызского водохранилища, что чревато тем, что мы просто не напоим город водой, когда это придет. Мы сегодня с вами не знаем, будут дожди или не будут дожди. Это никто не знает. Поэтому риск о том, что мы останемся без воды, очень велик. Непростая ситуация складывается на верхней Тагизском ГРЭС. Константин Захаров напомнил о ситуации 2014 года, когда соседи экстренно сбросили воду, в Тагиле это аукнулось. И подобное ЧП повториться не должно. Больше чем 70 мы принять не можем. Иначе у нас складывается ситуация близко к чрезвычайной. Либо чрезвычайной. В целом все гидротехнические сооружения к паводку готовы. Но есть отдельные замечания, которые, по словам Андрея Жбанова, не опасны, но устранять их надо. В актах предпаводкового обследования отмечено, в частности, по водоканалу. Это шламонакопитель черноисточинского гидроузла. Водосбросные колодцы и камера перелива находятся в недолюбитом состоянии. Необходим ремонт монолитных железобетонных конструкций, впускновых и водосбросных колодцев. На верхнем выиском гидротехническом сооружении бетонное и переливное устройство из трех секций по 12 метров. Каждый имеет значительное разрушение бетона вследствие погодных температурных изменений. Также шандора донного водоспуска верхнего выиска ГТС находится в недолюбитом состоянии. Наталья Филимонова, Александр Штрау, Сергей Иванов, Новости Тагил-ТВ. Топит сверху, топит снизу. Выпавшие накануне обильные осадки вновь создали жителям города немало различных проблем. О некоторых наиболее острых и характерных расскажет Алексей Алексеев. Погода нынешней весной совсем не радует тагильчан. Немало и тех, кого она не просто огорчает, а заставляет бить тревогу. Как правило, в ситуациях, выход из которых самостоятельно, людям не найти. Андрею Перевере и его супруге в своем доме на улице Кулибина необходимо надевать резиновые сапоги. Разумеется, во дворе гораздо глубже, чем в комнатах. Испорчена мебель, бытовая техника. Борьба с затоплением результатов не приносит. Сработают два насоса. Это вот у меня постоянно они, круглосуточно работают. И они не справляются. Вода все равно поступает. На жалобу отреагировало муниципальное предприятие «Тагилдорстрой». Решение искали недолго. Отводом застоявшейся воды в этом году занимаются значительно чаще, чем обычно. Во всех районах города. Сейчас мы стихийно сделаем канаву водоотводную. Когда уже потом наступят положительные температуры, мы там сделаем водоотводной лоток, облагородим все, восстановим асфальтно-бетонное покрытие. В третьем подъезде девятиэтажки по газетной 35 в очередной раз течет с крыши. Сыра не только на верхнем, но уже и на восьмом этаже. Помимо прочего, жители опасаются замыкания электропроводки и пожара. Материал довольно изношенный. То есть есть и трещины, есть пузыри. То есть постоянные протечки в любом случае. Видите, после зимы особенно снег отходит, как бы вода бежит. Да, есть проблема. Отремонтировать кровлю управляющая компания «Теплотехник-НТ» собиралась еще в 2014-м. Обещала сделать это в 2015-м. Якобы нынче уже все готово к ремонту. И ждать осталось недолго. Если директор «Теплотехник-НТ» домой идет, его же не мочит. Не мочит. А я захожу в квартиру, у меня фуражка мокрая, телогрейка мокрая. Значит, надо устранять. Увы, но слишком часто для того, чтобы добиться решения проблемы, людям приходится напрямую обращаться к главе города. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Евгению Куйвышеву вынесено представление за капремонты. По поручению заместителя генпрокурора России Юрия Пономарева была инициирована проверка переселения из ветхого жилья и проведения капитальных ремонтов. Программа признана провальной. Согласно плану реализации оригинальной программы, в 2015 году планировалось отремонтировать 969 домов. Однако к концу года был завершен капитальный ремонт лишь в 134 домах. При этом прокурорами выявлено многочисленные нарушения, начиная с порядка начисления взноса на капитальный ремонт и заканчивая некачественным проведением работ и их оплате. Программа переселения из аварийного жилья также попала в поле зрения прокуратуры. Выяснилось, что в Камышлове подрядчик предоставил подложную банковскую гарантию и присвоил себе 29 миллионов бюджетных средств. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Прокуратура требует привлечь должностных лиц к ответственности. В первую очередь бывшего руководителя фонда капремонтов Александра Караваева. Также ожидаем прокурорский интерес к министру ЖКХ области Николаю Смирнову, который сейчас временно руководит фондом, и двум замам Караваева Антону Шевалеву и Дмитрию Любитенко. Общественность не раз обвиняла региональный фонд в преступной халатности. Депутаты городской думы поддержали проект закона об административно-территориальном делении области. Напомним, этот документ вызвал немало слухов о возможном разделении Нижнего Тагила на районы со своими администрациями и думами. Наш корреспондент Антон Исаев выяснил, в чем суть нового закона и за что конкретно проголосовали депутаты. В конце прошлого месяца в администрацию Нижнего Тагила и городскую думу поступил проект нового документа об административно-территориальном делении. Предполагается он заменить действующий акт, принятый в 1997 году. Областные законотворцы предложили ряд изменений на территориях, относящихся к Нижнему Тагилу. Первый вопрос – это поддержать законодательную инициативу правительства Лосковской области. Упразднить следующие административно-территориальные единицы Лосковской области – это Елизаветинский, Ильинский, Ослянский, Серебрянский, Пусть-Куткинский сельсоветы. 22 населенных пункта должны быть включены в административно-территориальную единицу город Нижний Тагил. Это прописано в статье 61 предложенного законопроекта. Однако эти территории присоединили городу еще в 2008 году. В уставе это закреплено, то есть возникла правовая коллизия. Те территории, которые еще в 2008 году отошли городу Нижний Тагил, сейчас законодательно перевести из пригородного района в территорию Нижнего Тагила. Значит, почему? Ну, во-первых, для нас это было немножко неожиданно. Но мы считали, что это было сделано еще в 2008 году. Но, видимо, это было сделано на уровне правительства, но законодательно это изменение внесено бы не было. Коллизия вызвала и массу слухов. Нижний Тагил может быть поделен на самоуправляющиеся районы. То есть городу гроздила децентрализация власти. Все эти опасения оказались безосновательными. Те сомнения, которые у некоторых коллег были, что там город пытаются поделить на районы и так далее. Вот в пунктах этого закона ничего этого нет. Мы вместе с администрацией и ЗАГС собранием это все проверили. Поэтому город остается таким, как есть. Никто его делить на районы и создавать там отдельные администрации не собирается. Большинство депутатов поддержали областную законодательную инициативу, но предложили изменить формулировку статьи, относящейся к Нижнему Тагилу. Включать присоединенные территории не в районные, административные единицы, а в общую городскую. Прозвучала также инициатива вообще отказаться от присоединенных территорий. А нет ли у нас сегодня возможности воспользоваться случаем и отказаться от того, на мой взгляд, неправильного решения, которым Нижнему Тагилу в свое время вот эти населенные пункты ввела в состав города Нижнему Тагилу. Ведь мы ничего хорошего из этого ни для города, ни для жителей этих населенных пунктов не сделали. Напомним, 22 населенных пункта в 2008 году вошли в состав городского округа. Жители сами этого пожелали на проведенном референдуме. Тогда площадь городского округа увеличилась более чем в 13 раз. Это вызвало негативные прецеденты. Например, поселок Серебрянка, который является частью города, оказался отрезанным областной дорогой от основной части города. Антон Асаев, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Два представителя Уралвагонзавода будут участвовать в праймарис. Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России», сегодня заявление на участие в предварительном голосовании подали депутат законодательного собрания Владимир Рощупкин и член Нижнетагильской гордумы Сергей Саранчук. Они выдвинулись на праймарис в законодательное собрание Свердловской области по Дзержинскому одномонтантному избирательному округу номер 19. Отметим, до окончания приема документов в ЗАГСО осталось всего две недели. Заявление на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» подали 64 человека. Железная дорога переходит на летний график. С 24 апреля на СВЖД вводят 11 дополнительных пригородных поезда. Для удобства тагильских садоводов через Нижний Тагил будет ходить 4 добавочных состава. Из Нижнего Тагила в Кушву и из Серово в Бакситы и обратно. Электрички будут отправляться в утреннее и дневное время. График движения можно узнать на сайте Свердловской пригородной компании, а также в пригородных кассах. Летнее расписание будет действовать до 25 сентября. Сотрудники полиции задержали пьяного тагильчанина, разъезжавшего по улицам города на угнанном экскаваторе. Что сподвигло горе угонщика на подобное безрассудство, разбирался Павел Маклаков. Местом смешного и в то же время серьезного преступления вечером 5 апреля стала улица Цилковского, неподалеку от насосной станции. Один из водителей спецтехники решил гнать рабочий трактор стоимостью порядка 3 миллионов рублей. О происшествии стало известно вчера утром. В полицию обратился руководитель предприятия, не обнаружив погрузчика. Сотрудниками полиции были разосланы ориентировки и к 4 часам экскаватор был обнаружен в районе улицы Фестивальная. За рулем спецтехники оказался изрядно выпивший тагильчанин, 71-го года рождения, явно позабывший и о вреде курения. Мужчина, вы на экскаваторе куда ехали? Куда ехали на экскаваторе? Обратно его поставили. А? Обратно его поставили. А откуда ехали? Скушно. А что употребляли сегодня? Спирт. Мотивы содеянного задержанный рассказал сотрудникам полиции уже в участке. Мужчина пояснил, что ему было необходимо расчистить снег возле дома, поэтому он похитил погрузчик-экскаватор и поехал к своему дому. Ранее водитель работал на этом предприятии, но два года назад был уволен в связи с употреблением алкогольных напитков. Угнать экскаватор оказалось несложно. Злоумышленник обнаружил ключи в замке зажигания. Пояснил, что данный экскаватор он возвращать не собирался, хотел также продолжать работать на нем. Вину признал, ему было избрано меры пресечения в виде подписки о невыезде и на ближайшем поведении. Как сложится судьба горе-угонщика, пока не ясно. По решению суда ему грозит и 10 лет лишения свободы. Оказалось, мужчина находился в розыске за нанесение телесных повреждений. Павел Маклаков, Михаил Крюков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Человека года выберут в Нижнем Тагиле. В третий раз портал Тагил-Сити проводит премию в нашем городе и выбирает лучших из лучших. Порядка 60 номинантов предоставили своей анкеты для участия. Завтра последний день приема заявок. Победителей будут выявлять как по результатам народного голосования, так и жюри. Скажу честно, нашему жюри будет очень тяжело выбирать среди этих людей самых-самых достойных, поскольку изучая анкеты, мы удивляемся, насколько замечательные в Нижнем Тагиле люди, насколько развивается город с каждым годом. Главная номинация премии – «Личность года». Ее можно будет выбрать по результатам голосования на портале tagilcity.ru. В предыдущие годы ее победителями становились председатель правления фонда «Страна глухих» Александр Жученко и главный специалист управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Светлана Мусатова. Всего на конкурсе представлено 16 номинаций. На самом деле у нас была давняя мечта, еще с 2008 или 2009 года, организовать какое-то такое мероприятие в Нижнем Тагиле, которое было бы ориентировано на VIP-аудиторию, чтобы это было как балы в старину, чтобы люди приходили во всей красе, могли общаться между собой. Ничего подобного в Нижнем Тагиле не проходило. Голосовать за номинантов можно будет с 18 апреля. Имена победителей станут известны в драматическом театре в мае. И еще одна приятная новость. В Нижнем Тагиле теперь есть четырехзвездочный отель. Уральский центр экспертизы услуг выдал свидетельство о присвоении такой категории гостиницы «Парк-Инн-Бай-Рэдисон» Нижний Тагил. Основным критерием присвоения гостиничных звезд стали не только номера разной комплектации, но и перечень дополнительных услуг. Вместе с «Парк-Инн» в нашем городе три учреждения, которые прошли соответствующую сертификацию. Три звезды у санатория-профилактория «Леневка» и гостиницы Тагил. ВТБ предсказал 71 рубль за доллар к концу года. Об этом на съезде Ассоциации российских банкиров сообщил глава второго крупнейшего банка страны Андрей Костин. Сейчас спрос на валюту серьезно сократился, но в случае, если рубль покажет стабильность, интерес снова может вырасти. Боязнь дальнейшей девальвации удерживает людей от заимствований в долларах. Накануне прогноз по курсу рубля опубликовал и Всемирный банк. Экономисты полагают, что в 2016 году рубль ждет ослабления. Однако в следующем году российская валюта должна немного укрепиться. Центробанк продолжает понижать официальный курс бивалютной корзины. Доллар США подешевел на 73 копейки и стоит сегодня 68 рублей 52 копейки. Завтра 67 рублей 79 копеек. Единая европейская валюта потеряла чуть меньше. Сегодня за евро просит 77 рублей 81 копейку. Завтра 77 рублей 36 копеек. На фоне стабилизирующегося рубля самый выгодный курс продажи доллара США в банках Нижнего Тагила 68 рублей 20 копеек. Покупки 67 рублей 72 копейки. Единую европейскую валюту можно приобрести за 77 рублей 75 копеек. Реализовать за 77 рублей ровно. Такова была информационная картина дня. Далее новости спорта. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 419551 или пишите на сайте tagildefiz.ru. Всего доброго. Спасибо за внимание. Мечты надо осуществлять, а не копить. А вот деньги надо копить, но с умом. КПК Уральский фонд сбережений сохранит и приумножит ваше накопление. Сберегай, мечтай, осуществляй. Агаркова 2, офис 7. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Кубок полпреда президента ВУРФУ по комплексному единоборству стартовал в Нижнем Тагиле. В пятый раз силовики со всего округа собираются в Метаург-форуме. Наш город на турнире представляет команда бойцов ОМОН и спецназа ГУФСИНРОСЫ. Все участники соревнований совмещают спортивную подготовку с рабочими буднями на службе. Одни из самых хорошо подготовленных и серьезных соперников тагильчан – сборная судебных приставов. В нее входят члены сборной России по кикбоксингу и мастера спорта международного класса. Кто получит главный приз из рук Игоря Халманских, станет известно в субботу. Тагильчане отправятся в Плафь от моста на Фрунзе. В воскресенье на реке Тагил туристы открывают сезон сплавов водными гонками. Соревнования организует турклуб «Азимут». Не в первый раз на них собираются спортсмены не только местные, но и из соседних городов. Дистанцию для гонок проложат выше моста на Фрунзе. Участникам на спортивных катамаранах нужно будет преодолеть серию прямых и обратных ворот. Соревноваться будут сборные из двух и четырех человек. Состязание стартует в 10 утра. А на горе Белая в эти выходные зимний сезон закрывается. Турник по спуску на самодельных санях «Сани Дэй» пройдет в тематике «Дорога в Рио». Скатываться будут в бразильских карнавальных костюмах. Кроме того, гостям предлагают поучаствовать в полосе препятствий и посмотреть военно-патриотическое шоу. В рамках событийного мероприятия «Воентур» представят туристический потенциал Нижнего Тагила, как центра военно-патриотического туризма. На закрытие сезона приглашают всех желающих. Начало праздника в 12 часов. На этом у меня все. Главные спортивные события города расскажем завтра. Анна Хабарова, Павел Соложнин. Новости спорта Тагилтовая. Хотите пить родниковую воду из экологически чистого источника? Вода Сенегорская всегда рядом. Для вас киоски и служба доставки. Звоните 378-100. Сенегорская – залог здоровья и успеха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова